Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости, радоваться и веселиться в Господе, и возрастать и умножаться в познании всякой благости, праведности и истине, которая есть Иисус Христос, Господь наш и Бог, в которой есть любовь, имя Ему одно, и имя это было явлено им на кресте. Сегодня у сестры Елены, кто знает, там беда небольшая, Господь посылает скорбь, маленькая дочка, которая, там у нее что-то пневмония, ну в общем в больницу положили, она просила помолиться, и я, конечно же, хочу исполнить это дело любви и призвать всех, кто хочет помолиться вместе со мной, поддержать Елену, младшую нашу сестру Настеньку, которая сейчас в больнице, может быть, она даже увидит этот ролик, вот. Молиться, я не знаю, кто как молится, и вы молитесь как хотите, я ни на чем не настаиваю, но я не буду молиться Господу-деспоту и судье, делая вид, что я такой добрый и праведник, нет. Я буду молиться Господу, Который есть абсолютная любовь и Который есть абсолютный Бог, ибо Он создал все бытие, и Он о нем промышляет. Ничто нет в Его невласти, все подвластно Ему, ничего нет вне Его власти. Он управляет всем, и жизнью, и смертью. Об этом Он говорил даже в Ветхом Завете, даже израильскому, уж не совсем-то высокому народу в вере и любви, так скажем, в двух этих добродетелях. И то Он говорил, я же оживотворяю, и я умершляю. Если будете исполнять заповеди Мои, то никакая беда, никакая скорбь, никакая болячка, которую вы видели по всей земле и в Египте, вас не прикоснется. Он дает богатство, и Он забирает. Я, говорит, поражаю, и я исцеляю. Господь творец всего. Он сейчас здесь, всегда посреди нас. Все скорби, которые Господь попускает, а не творит и не подает, а попускает, сам Он, конечно, не может даже болячку дать, но Он попускает тем созданиям, когда некогда пали. И все эти духи могут к нам прикасаться тогда, когда Господь немножечко в нас умоляется. Для чего? Чтобы мы в страданиях навыкли Богу послушанием. И через эти страдания и скорби Господь сделал нас совершенными. Помните, как об этом Павел говорит в послании к евреям. Поэтому мы, как послушные дети, любвеобильные дети, любящие Отца Своего Небесного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, в любой скорби сразу же, прежде всего, обращаемся к Нему. Ибо этого Он и просит, и даже, можно сказать, требует от нас. Если есть воля Его благая на все всегда, а она есть, ибо Его воля благая и неизменная, чтобы мы, люди, были счастливы. Но счастье это приобретается крестом. Ну давайте помолимся. Господь мой и Бог наш, сущий над всем и неизменный в помышлениях своих, словах своих, делах своих и воле своей. Сущий Бог, Господь наш и Бог, Иисус Христос, вся полнота Божества Которого была явлена нам телесно, и в этом теле Ты благотворил всем и вся, являясь своей Любовью, и явил эту Любовь даже до Креста Своего. Чем открылась нам вся Твоя Любовь, вся Твоя благая воля к нам. Господи, молим Тебя не как судью и злодея, молим Тебя как любящего Отца, чтобы исполнилась всегда Твоя воля, ибо веруем, что она благо для каждого из нас. Молим Тебя лишь о том, по заповеди Твоей, чтобы, проверив нашу веру, нашу Любовь к Тебе, мы сразу же к Тебе обратились, ибо Ты один источник всего на Земле, ибо Ты один причина всякого блага, всякого счастья на Земле для человека. Потому молим мы не о том, чтобы Ты перестал намстить, творить зло, нет. Но, как Ты и заповедовал, в скорбях друг с дружку мы проверяемся в Любви. Эта молитва наша, как Ты и заповедовал, делай Любви к ближнему. И эта молитва к Тебе, дело упования на Тебя, ибо Ты один, Бог, Ты один источник жизни и блага, Ты один поражаешь и исцеляешь, Ты один умершляешь и воскрешаешь. Ты Бог наш, и только Ты все можешь. И веруем, что воля Твоя все равно благая, даже если Настенька не станет с нами. Мы верим, что для того она и была дана в этом мире, чтобы мы что-то поняли через нее. И я знаю, верю, что сестре Елене много чего открылось через этот твой дар ей. Дар этого прекрасного, чудного ребенка, которого в немощи Ты посрамил мощное, и открыл ей вещи, которые, возможно, она никогда бы без нее не поняла. И через это маленькое крошечное создание многие вещи ей открылись. Спасибо Тебе за все. Мы верим своей молитвой, своим упованием и своей нескорбью. Мы исповедуем то, что Ты Бог, что Ты Любовь, что есть бессмертная жизнь, что есть Царство Небесное, особенно для всех тех, кто любит Тебя и стремится к Тебе. А потому, даже если Настеньки больше не будет с нами, мы не будем расстраиваться, но будем радоваться, веселиться, ибо все мы мечтаем быть с Тобой, ибо жизнь для нас Ты, а смерть приобретение, потому что веруем, что разрешаться и быть с Тобой несравненно лучше для каждого человека. Ибо если будем плакать и скорбеть, то с делами своими отречемся от своей веры. Мы верим, что там счастье, что там царство любви, царство мира и радости. Все мы туда стремимся, рано или поздно пойдем. Более того, мы мечтаем об этом. Спасибо Тебе за все. Потому какой бы ни был исход каждого дня нашего, мы всегда за все благодарим Тебе. И за хорошее, и за мнимо плохое. Ибо, как чудно Твой избранный сосуд апостол Павел говорил, то, что некогда нам кажется страданиями и скорбями, впоследствии откроется, какое благо Ты подал нам через это. Спасибо Тебе, Господи, за все, за все. Помним Твою молитву в саду, что вроде бы, казалось бы, те страдания, которые Ты претерпел, оказались благом, благом для всего человечества. Поэтому мы верим, что любая, любая скорбь, любое страдание имеет свой смысл. Чтобы проявилась наша вера, упование на Тебя и любовь друг к дружке. Спасибо за все. Спасибо, что некогда призвал нас к себе, обратил в дом свой отче. Теперь мы знаем истину, живем согласно с ней, а потому имеем жизнь в самих себе, уже и здесь, как Ты говорил, и там. Спасибо Тебе, Господи, за все. Спасибо Тебе за все. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос посреди нас, помните, братья и сестры, Бог живой. Он все может. Он воскрешает мертвых, исцеляет прокаженных. Дает зрение слепым и уши глухим. Помните это. Именно в этой жизни, зная нашу веру, мы должны в каждом случае, в каждой маленькой ситуации, радостной или скорби, всегда прибегать к Богу. Всегда. Тем мы являем свою веру, тем, что мы уповаем и всего просим у Него. А то, что мы делаем, делая любви, исполняем его заповедь. Поэтому эта молитва моя, как я надеюсь и ваша, это есть исполнение заповеди Божьей, которые есть в уподоблении Ему. А Господь нам проложил путь к любовью друг к другу, поэтому тоже за нас молился, вы помните. И взыванием ко всему к Богу, к единому, к единому неиссякаемому источнику жизни и радости. Ну все, на этом я с вами попрощаюсь. Ссылочка на Ленину страницу будет в описании. Там вы можете посмотреть ролики о ее жизни, ее координаты. Это наша сестра, она мама прекрасных шести детей, прекрасная, заботливая мама, чудных шести детей. Кто захочет как-то поучаствовать в ее жизни, всегда пожалуйста. Ну все, все благословения Господа нашего, который сейчас посреди нас, на всех любящих Его и живущих по Его заповедям. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.